С начала пандемии на территории Краснокамского района зафиксировано 533 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 462 человека. По состоянию на 5 ноября с положительным результатом на COVID-19 на самоизоляции по месту проживания находились 70 человек. Один госпитализирован в инфекционный госпиталь Нефтекамска. Также в мобильной бригаде администрации Краснокамского района совместно с отделом МВД России по Краснокамскому району осуществляются рейды по организациям и предприятиям района с целью проверки соблюдения масочного режима, соблюдения социальной дистанции. По состоянию на 5 ноября 2020 года было осуществлено 18 рейдов, выявлено 17 нарушений, составлено 17 протоколов. Обстановка республики остается напряженной, об этом заявил заместитель начальника отдела Роспотребнадзора. По семи подведомственным им территориям за неделю с 26 октября по 1 ноября им поступило 426 экстренных извещений, в том числе и в Краснокамском районе. Кирилл Воронцов отметил, что согласно постановлению главного санитарного врача страны, граждане, прибывающие из-за границы на самолетах, должны заполнить анкеты на портале госуслуг. В течение трех дней сдать анализ на коронавирус и внести информацию о результатах. Мы мониторируем эти своевременность внесения сведений и после чего составляем протоколы. То есть по Краснокамскому району у нас пока нет, по Нефтекамскому есть случаи, то есть мы уже составляем. За это предусмотрена ответственность по статье 6.3, часть 2 КОАП РФ, за которую предусмотрена ответственность от 15 до 40 тысяч на граждан. Поэтому это нужно обязательно соблюдать и исполнять. Во время брифинга жители могут задавать вопросы. Так, на этой неделе краснокамцы решили уточнить информацию, началась ли выдача лекарств за счет республиканского бюджета льготным категориям граждан, которые проходят лечение от коронавируса. Министерство здравоохранения подписало приказ номер 1813Д от 3 ноября в том, что льготникам положено лекарство для лечения новых пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Пока что заявки подаются, формируются и пока сложно говорить, когда будут препараты. Но надеемся, что в скором времени они поступят к нам в больницу. В завершении брифинга заместитель главы администрации напомнила краснокамцам о проведении рейдов по соблюдению жителями масочного режима. Так, с начала пандемии было составлено 234 протокола, 17 из них с наложением штрафа. Напомним, за нарушения граждане могут быть привлечены к административной ответственности и получить штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей».